Наш жених не имеет родственников, детей и наследство оставит своей жене. И худой, как щепка, но твои карманы лопаются денег. Сигай себе. Сигай себе. Я Лариса Гуздеева. Это «Давай, блаженец». Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Наталья, Оксана и Татьяна. А жених у нас Мелвин. Аллоу, please. Мелвин, 72 года. Осветив всю свою жизнь карьере, не нашел времени жениться и обзавестись потомством. И только сейчас понял, что нуждается в близком человеке. Мелвин, бизнесмен в сфере нефтепродуктов. Проживает в Нью-Джерси. Признается, что по ночам проверяет биржевые сводки. Мечтает жениться на русской женщине. Предупреждает, что готов завещать жене все свое состояние. Мелвин не обратит внимания на полную курящую ровесницу, которая злоупотребляет услугами пластического хирурга. Женится на молодой, пышногрудой блондинке, которая имеет свой бизнес, уверенно говорит на английском языке и умеет нести ответственность за свои поступки. Здравствуйте. Рады вас видеть. Спасибо. Да, спасибо большое. Это его любимый десерт. Он думает, что вам он тоже понравится. Не, ну очень приятный. Но не выглядит на свой возраст. Выглядит положено. Да. Вы давно дружите с Мелвином? Что вас связывает? Она связывает исключительно бизнес в поездке в Россию. Я был тем человеком, который посоветовал ему приехать в Россию и для введения дела, и для поисков жены. Мне кажется, друг подойдет ей больше намного, чем он. Вдруг тебе подойдет. И тебе тоже подойдет друг. Мне не подойдет. А мне подойдет подруга. Ты же на Розу посмотрела. Роза, кстати, мне очень понравилась. Симпатичная очень девушка. Ну я, честно, читая вашу историю, немножко подрастроилась. Потому что, я понимаю, в Америке неприлично жениться на девушке, втрое себя младше. Не поймут просто. Но это считается неприличным. Ну, я хотел бы приятную женщину, которая была бы так же хороша снаружи, как и в душе. И мне нужна женщина, моложе, чем я. И я полагаю, что это будет очень хорошо и для нее, и для меня. Вы человек состоятельный. Наследников у вас нет? Нет. Мне нравятся мы уже. На самом деле, американский, настоящий жених. По поводу выполнения супружеского долга, я за секс отвечаю. Секс будет? Если будет, то сколько? Будет, конечно, я ожидаю этого. Я здоров. А сколько раз? Я, конечно, не тот человек, который стесняется. Это в любом случае дело между женщиной и мужчиной. Это не только просто решение мужчиной. У российских женщин есть обязанности мужа выполнять супружеский долг. Это значит, спать надо, сексом с нами надо заниматься. А в 45 его надо очень много. Ну, хотя бы раз в день. Ну, ладно, раз в неделю. Очень много. Два-три раза в год? Ну, да. Два-три раза в год? Ну, да. Вы про секс? И то по празднику. Нет, что вы. Наши русские мужчины совершенно другие. Ты думаешь? Да что ты говоришь? Ну, давайте так. Я облагаю, что если секс будет каждое утро, то это будет замечательно. И просто естественно. Каждое утро это точно, но каждый год не обещают. Мы уже закончили юзать эту тему. Он уже с вами сможет. Да. Все хорошо, Роза. Сомневаюсь я, однако. Ну, знаете, кто что выбирает? Либо хорошую и прекрасную святую жизнь, либо секс. Секса в России более чем. Каждый первый мужчина неженатый. Дай посмотреть, насколько если при отсутствии секса, ну, там будет все хорошо с материальностью. Ну, давай, посмотрим. О, а кровать большая. Это спальня ваша? А тут поменьше кровать. А вам две кровати зачем? Ну, она для меня, другая, для жены. Разные спальни, сказал-то моя, и это жены. Вы будете хоть отдельно. Это еще две спальни, что ли? Мало. Я пришла исполнить свой супружеский дом. Ну, вообще, Роза, я тебе хочу сказать, если люди не бедные, то это норма спать в разных комнатах. Это нормально. Только по бедности спишь валетом на раскладушке. Понимаешь? Нет, если бы не был бы еще один дом, он бы показал бы. Ну, ты знаешь, не каждый человек будет кричиться, да, какими-то своими вещами. А, о-о-о-о! Это ваш сад? Ну, маленькая часть только моего сада. Чистенько. Мелвин, вот вы привезете красивую русскую женщину. А что соседи скажут американские? Я считаю, что они будут рады за меня. Да? Хорошо. Если я женюсь на красивой русской женщине. Молодец, он заработал ножи, а теперь он хочет жениться, все правильно. А какой она должна быть, ваша русская женщина, русская жена? Я хотел бы, чтобы у нее была хорошая внешность, приятная внешность, широкая душа. Большая грудь, чтобы в этой широкой душе... Большой бюст. Ну, естественно. Ну, у меня, конечно, не такая большая грудь, но... У тебя все красиво, все там суперидеально даже... Я думаю, что моя широкая душа как раз подойдет. А что вы можете предложить взамен молодости, красоте и большому бюсту? Ну, сказать по правде, я человек хороший. И я хочу предложить хорошую жизнь в Америке, предложить возможность путешествовать. И я не собираюсь предлагать себе дома и ждать. Если он скажет, вот тебе там, сколько-то там, миллион, два, не важно, и не работай, сиди дома... Нет, нет, категорически нет, но нет, однозначно, я открою свой бизнес и в любом случае буду доходить и зарабатывать свои же деньги. Благополучная жизнь – это прекрасно, но молодая женщина захочет любви? Не боитесь, что она влюбится в садовника или в водителя грузовика, в соседа? Честно сказать, я человек высокоморальный и верный, я хочу быть верным только ей, и я ожидаю, что она будет верна только мне. Такой надежный, ответственный человек, вызывает доверие. Наш жених не имеет родственников, детей и наследство оставит своей жене. Это хорошо. Поэтому, чтобы не, ну скажем так, пускай она будет верная, но пока он еще жив, здоров, да, мало ли сколько, 72 года, как-никак, ничего, потерпит, молодая, а потом уж, пожалуйста, веселой вдовушкой, с наследством-то. Роза, прекрати, ну тьфу на тебя. Глупая женщина. Роза говорит правильные, мудрые вещи. Она молодец. Почему всегда? А у вас были романы с русскими уже девушками? У меня были отношения с русской женщиной в течение нескольких лет, но я понял, что это не та женщина, до которой я хотел бы вернуться. А сколько вам сейчас понадобится времени, чтобы сказать, да, это моя женщина? Со всем уважением. Тридцать дней. Ну, как только я увижу, что женщина мне нравится, я не буду терять времени. Он тебя ждал все эти годы, а ты его. А вы ведь к русской свахе обращались. Что не так? Я знал такую женщину много лет, но она ни разу не знакомила меня с женщиной, которая бы меня хоть как-то привлекала. Да, потому что она брала с вас деньги по 50 долларов за каждое знакомство. Если бы она вас познакомила с приличной, то она же не лишилась бы заработка. Мое мнение, что самый крепкий брак – это брак по расчету. Категорически не согласна. Категорически. Поэтому мы будем стараться. И совершенно бесплатно, в отличие от вашей русской свахи. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Я устал от временных отношений. Я хочу жениться один раз и навсегда. И мне плевать, если люди считают меня сумасшедшим, если я решил жениться в 72 года. Я вам открою секрет. Когда я была молодая и красива, и грудь моя торчала, как стрелы, я была замужем за американцем. И это был ад. Потому что он был вегетарианец, и он ничего не ел. Или ел тайно от меня. Я голодала неделю. Потом стала выходить на улицу, есть дешевую еду, типа сосиску с хлебом, и зажевывать жвачкой, чтобы он ничего не понял. Шатный был, как собака. А обещал тоже золотые горы, между прочим. Вот и друг ваш облизывает головой, да. Может быть, вы его и знали. Да, да. Там много таких. Да? Я бы не хотела есть бутерброды с сосиской. И закусывая их жвачкой. Тебе просто нужно на берегу все решать, кто что будет есть, где спать. Сегодня будет три невесты. Нужно будет максимально выяснить вот какие-то принципиальные вещи, которые могут разрушить ваши отношения в дальнейшем. Да? Ну, какие-то несколько пунктов. В моей семье такой вещи, как развод, никогда не существовало. Мои родственники были уже на это по 50 лет. Никакого развода никогда в нашей семье не существовало. Так я был воспитан. Не переживайте, с вами-то развода точно не будет. С вами другое будет. А если дети, он сможет их вырастить? Ведь, наверное, уже все равно взрослые дети будут расти без него. Он сможет их обеспечить? Да, тоже вам пришел вопрос. Что звезды, Вась? Ну, без юмора не могу воспринимать ситуацию, когда молодые женщины приходят к мужчине столь зрелому. Я решила для сегодня приготовить такое специальное гадание по строчкам современных песен американских. Они на английском языке, поэтому Мелвин все поймет, но там есть переводы для наших зрителей. Я попрошу его вытянуть, и та бумажка, которую он случайным образом выберет, что-то нам о нем скажет. А я от себя по гороскопу добавлю, что Мелвин человек, который считает себя романтиком, но на самом деле достаточно прагматичен, если не сказать циничен, как любая дева с Венерой в Деве. Плюс он относится к тому складу мужчины, и у него в гороскопе есть показатели, которые действительно нацелены жениться не рано. В частности, Олег Табаков, который в 57 лет женился на Марине Зудиной, имеет сходные показатели гороскопа. Ну, я считаю, что вообще любви все возрасты покорные, да, и в любом возрасте можно встретить своего человека вне зависимости, хоть ему будет и 80, и 30, и 15, и 25. Шампунь и молшедейные силы наши участницы точно обретут счастье в личной жизни. Потому что роскошные волосы – это самый короткий путь к сердцу мужчины. Запомните это. Выберите, пожалуйста. Да. Я закрываю уши как ребенок, и каждый раз говорю, ты давишь на меня, и я хочу сбежать. Спасибо. Вика, ты хорошо знаешь английский. Я английский хорошо знаю. Я думаю, ты с ним можешь пообщаться. Про культуру не знаю, не могу сказать, но про английский язык могла бы поговорить запросто. Пожалуйста, проходите, знакомьтесь с первой невестой. Я очень хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Да, конечно. Наталья. Я очень рада с вами познакомиться. Надеюсь, сегодня мы с вами пообщаемся и узнаем друг о друге побольше. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья, 34 года. Владелица сети магазинов по продаже пива. Гордится тем, что печет авторское печенье. Мечтает стать женой уважаемого человека. Признается, что отдает предпочтение мужчинам постарше. Предупреждает, что ей необходимо восхищаться партнером. После развода с мужем Наталье катастрофически не везло в любви. Возлюбленный Баркир исчез без объяснения причин. Физик-ядерщик оказался слишком прагматичным, а известный артист обещал жениться, но обманул. Надеется, что Мелвин ее не разочарует. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Это вот то самое печенье ваше? Да, здравствуйте. Хочу угостить вас своим печеньем, которое я пеку сама. Я считаю, что абсолютно не подходит невеста. Они абсолютно два разных типажа и внешне и вообще. Для Мелвина особый подарок в русской тематике. Уже ли? Спасибо вам большое. Большое. Спасибо. Ну, у меня языковой барьер есть, потому что мне негде никогда было практиковаться. Еще я испекла вам торт, тоже домашний, по нашему домашнему рецепту. Английский выучить несложно. Спросили why? Скажи because. Спросили drinking? Of course. Of course. Наташа, мужчина постарше – это какой возраст? Ну, последнему моему ухажеру было 65 лет. Это который известный артист? Да, который артист, с которым у нас не сложились отношения. Ну, как бы он не захотел жениться просто. А вы надеялись? Да, я хотела. Я хотела именно официальный брак, я хотела семью. Возможно, я хотела даже детей, от которых он, кстати, не хотел, не планировал больше. Охотница за 70 лет. Ну, я бы не сказала, что все. За миллиардным наследством. Хотя… Да, это у нее профессиональное… Вы с ним никуда не выходили, потому что автографы приставучие… Ну, мы не выходили, потому что, видимо, он не хотел себя… Да, наверное, у него-то планов и не было, на самом деле, серьезных. А как вы объясняете тот факт, что после того, как вы расстались, он практически сразу же женился, и там появился ребенок? Да, знаете, там появился ребенок даже не когда мы расстались. А во время наших вот с ним отношений я узнаю, что появился ребенок. Какой любвеобильный. Да. А с какого возраста у вас стали появляться взрослые мужчины? Я рано вышла замуж, 19 лет, и у меня муж был старше меня на 15 лет. Родились дети? У вас дети есть? Да, у меня взрослый ребенок, но вот ему 15 лет уже будет. Хорошо, развелись. А банкир из Латвии? С банкиром познакомили нас общие друзья. Он за мной ухаживал полгода, очень активно ухаживал, меня приглашал в театры, в музеи, прямо по три раза в неделю везде ходили. Вот как-то он ухаживал, ухаживал, а потом он просто пропал. Но он, скажем так, даже не пропал, он оставался на связи. Но вот охладело его ко мне внимание, то есть я поняла, что, наверное, ну, может быть, какие-то планы и были, но дальше они у него не шли. Мне даже не интересно как-то, ну, слушать. Я вообще, значит, я даже и слушать не хочу, честно, да, но не интересно. А физик-ядерщик? Физик-ядерщик я познакомилась по совету своих друзей. Они сказали, что хватит тебе уже всяких артистов и всяких таких творческих личностей, надо найти уже приличного человека, приличного, серьезного. Уезжай-ка в город Дубну, да, там их водится много. Ну, давай мы тебя познакомим с кем-то очень таким серьезным. Вот. Профессором, который будет, ну, не знаю, ты тоже сможешь восхищаться, но он будет прям серьезный человек. Он оказался очень серьезный, у него очень тяжелый. Пара с историей, что он к вам приходил с одним цветочком в горшке, и то по дороге цветочек успевал подвять. Да, потому что мы познакомились с ним зимой, и когда он его, видимо, нес, он уже постоянно вял. Это было просто не один раз, когда он приносил один цветочек, и он успевал за это время подмерзнуть и завять, и вот, то есть, он уже на палочке вот так вот свисал, но его это ни капельки не смущало. Он сейчас тортик поест, тортик ему понравится, вкусный. Скажет, да, ладно, остальное дело живное, придумаем. Подожди, он еще мой торт попробует. Дело в том, что у вас есть хорошая традиция. Мне она, кстати, понравилась. Это отношения ваших родителей, и, кстати, родители-родители. Там как? Папа работает, а мама красивая. Мама красивая. Все. Ну, это с той стороны, что... Бабушка Наташа никогда не работала. Она играла на пианино, пела и была украшением для дедушки. Все. Он ест вообще на него, не обращать внимания. Вот именно, что он кушает во время того, когда женщина перед ним, которая пришла к нему. Нет, а мне интересно про секс. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А че? А че? А че смеешься? Я тоже в климаксе, поэтому мне не надо. Но ему такая не нужна. Судя по твоему интересу к теме, все-таки не все угадало еще. Надо договориться, когда отрабатываешь деньги. Вы как к этому? АПЛОДИСМЕНТЫ Он-то тут, конечно, не все говорят, я еще ого-го. Не ого-го. АПЛОДИСМЕНТЫ Да я тоже уже. Не по этой части. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, как хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, тоже уже не 16 все-таки. Ну да, уже действительно не 20, не 30. Вы знаете, я вам верю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Моя 15-летняя дочка с ума сходит по поздно. Он ей нравится, как мужчина. У нее на заставке он голый по пояс. Я ее тоже очень понимаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, понимаете? Вот не нравятся прыщавые мальчики. Что теперь? Мне тоже вот не нравится. Ну как? Вот я геронтофил. Вот мне нравятся такие мужчины. А у вас есть три бонуса. Свидание наедине, сибирная традиция и скелет в шкафу. А, Наташа, вы женщина-дочь или женщина активная? Нет, я женщина-дочь полностью. То есть я должна, чтобы кто-то у меня был лидер. Кем-то я буду восхищаться, а я буду рядом в тиме. Тогда вы не подходите. Как не подходит? О, специалист. Прям вот вы так сразу раз и решительно про это говорите. Да. Она просканировала? Да. Потому что женщина-дочь, ему не нужна. А кто? Бабушка, что ли? Женщина-мать. Мать? Да. Хотя бы активная. А мама? Зачем ему мать? Действительно. У него характер. С мамой не спят. Да. Абхазская народная мудрость. Это расклад психологический. Это не фактически мать. Вы же понимаете? Я понимаю. Послушайте, какая мать три раза моложе женщины? Какая она мать? Она его внучка, а не мать. Ему нравятся обеспеченные, самодостаточные девушки. Ну, не какие-то лохушки пришли, правильно? Красивые девчонки, бизнес свой самостоятельные, красивые, конечно. Кому не понравится. Смотрите, Мелвин, ваша подруга нервничает, она покраснела, грудь у нее опала. И она говорит, что вам вот такой тип прелестной женщины не подходит. Что-то с вашей подругой не так. А психологический тип. Про грудь мою не надо так уж ловиться. Все-таки я никого не пытаюсь оскорбить. Я не оскорбляю, я констатирую. Какая есть грудь, да. Моя задача помочь ему. Он же просил меня помочь. У него уже глаза, у нее просто в душе. Вы знаете, сколько мы женщин в Москве уже видели. Глаза глазами. Я думаю, таких красавиц вы не видели, как Наташа. Ну, Мелвин рациональный очень. Да пусть идут уже, пусть он по стариковски посидит рядом. Пройдите в комнату и пообщайтесь. У вас есть минута. Идите пообщаться. Иди. Наташенька, бери дедушку, бери в комнату. Берите свои руки и становитесь мамой. Там, поаккуратней, дедушка. О, как он ее, посмотри. О чем он все будет на свидание говорить? На каком языке? С перевозчиком. Давайте послушаем. Попробуем. Попробуем. Подожди, подожди, подожди. Минутку. Окей, так. Угу. Ум? 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 Русская традиция. Ум. 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 Спасибо. Канька, ну что, да, я даже, ну... Тем более он действительно, он такой душечка, такой обаятельный. Она говорит, я бы цветочки ему сажала, сидела там, как бы что-нибудь вязала, рисовала картинами. Я бы никуда не ходила, мне ничего не надо, я бы спокойно сидела. Я домашняя, я люблю просто сидеть дома и заниматься домашними всем этим уютом. Мэрвен, а теперь мне нужно переодеться для сюрприза. Ждите меня. Буду ждать. Мэрвен пришел веселый, улыбается, хороший знак. Мэрвен, очень тяжко, что невеста не говорит по-английски. Будет у вас время и терпение ждать, чтобы она выучила? Я думаю, что ей значительно будет легче выучить английский, чем для меня. Не уверена. Хочется, что ты прям... Хочешь, дедушка? Ну, а так девушка понравилась? Конечно, она очень приятная. Потому что вы ей очень нравитесь, вы абсолютно ее тип мужчины, который ее бодоражит. То есть ей нравится таким? Ну, ребята, вы меня просто завалили комплиментами. Ну, давайте уже сюрприз, пожалуйста, быстрее. Не будем затягивать. Мэрвен, я знаю, что вы увлекаетесь гольфом. Приглашаю вас ко мне. Давайте мы оденем вам такую кепочку. Сейчас я хочу попросить вас, чтобы вы мне показали, как играть в гольф. Надо вот так палец сюда и повернуть надо сюда. Вот так, вот так, вот так. Вот, наконец, дед собразил. Молодец. Надо точно это делать. Какой молодец. Ты посмотри. Ну, слушай, видишь? Он всю инициативу по гольфу взял на себя. Сейчас я его забью. Я забила, но не туда. Ребята, забирайте цветочки, подарки невесту и проходите в свою комнату. Я за Наталью сейчас вытащу. Да, раз не сложилось. По-английски не буду, потому что у нас не Англия. Я жду подходящего случая, чтобы узнать тебя лучше. Пригласить на танец, просто посмотреть тебе в глаза и взять тебя с собой в рай. Ну, в общем, да, что-то это они нам сказали. Я верю, да. Ты ему понравился, это точно. Мне тоже так кажется. Мне тоже так показалось. Кроме того, что Наталья не знает языка, вас что-то еще смущает? Нет. Чудная женщина. У нее характер есть. У нее все, так сказать, при себе. И если английский единственный вопрос, можно сказать, что английский, русский, это вопрос, потому что я-то русский не знаю. Роза, как тебе, Наташа? Да. А что, мне нормуль? Василиса? Я буду краткой. У Наташи Сатурн управляет десцендентом, и это частый показатель большой разницы в возрасте с супругом и с потенциальным партнером. Да, действительно, есть ориентация на мужчин зрелых. Сатурн это стоит в знаке весов, то есть она действительно способна среди старшего поколения выбрать людей достойных. Правда, в ближайшее время по ряду показателей я бы сказала, что ей нужна большая осмотрительность, потому что все мужчины на жизненном пути будут оказываться не тем, что кажется. Поэтому на 30 дней я бы не соглашалась, ну, на брак после 30 дней. А на какое-то большее количество времени, проведенного вместе с возможностью потом развить отношения, почему нет? На самом деле, в вашем случае язык не помеха. И то, что ты как бы... Во-первых, он сказал, что... Потом ты застеплялся, ты знаешь немецкий, тебе будет легко с немецкого научиться на английский. Мэлвин, проходите, знакомьтесь со второй невестой. Мэлвин, проходите, знакомьтесь со второй невестой. Мэлвин, проходите, знакомьтесь со второй невестой. Гордится тем, что живет по соседству с Ларисой Гузеевой. Мечтает открыть реабилитационный центр для детей. Признается, что по утрам любит принимать ванну с бокалом шампанского. Предупреждает, что не позволит возлюбленному пользоваться ее связями. Оксана подала на развод сразу после того, как ей в руки попало официальное письмо на имя мужа. Надеется, что с Мэлвином она обретет счастье. Привет, девчонки. Добрый вечер. Вообще, Оксан, конечно, смело прийти с подружкой, у которой такие глаза. А вы замужем? И такое декольте. Нет, я не замужем. Зная, что жених, просто для него фетиш, большая грудь. Мы вас хотите рассмотрим? Да, да, да. Буду рада. Я думаю, Катария не против. Переведите у него две невесты. Мне кажется, они друг друга ненавидят. Это ты готова Иосифа убить в красном. Ну, смешно, дурацкая ситуация. Что за компромат вы получили на своего мужа? Да, Лариса, мы прожили с мужем достаточно долгое время. И вот в один прекрасный день я получила письмо на имя своего супруга. Это письмо было отправлено девушкой из другого города. И как-то я вскрыл этот конверт. Не знаю почему. И там было написано, что я подаю на алименты. Я поняла, что есть ребенок. Может быть, кто-то вам захотел просто вот такое зло причинить, такую боль? И это было неправда? Я тоже уже думала, что, возможно, кто-то... Может быть, просто пошутили. Я, конечно, поговорила с супругом. Он признался, сказал, да, что у него была женщина. Связь? Да, и ребенок. Кошмар. Переживали тяжело? Ну, для меня рухнул мир. Ты же тоже в свое время узнала, что у него мужчина есть ребенок. Причем искусственное благотворение, и все было спланировано. Это была не случайность. Но, к сожалению, это не редкость. Вы знаете язык? Я общаюсь на английском, но не совсем. Это не в совершенстве. Давай все-таки возьмем номер телефона. То есть мы можем познать друг друга. Хорошо. Мелвин, у вас есть два бонуса. Вы можете узнать, что за скелет в шкафу у Оксаны, или семейную традицию. Я бы предпочел традиции. Есть такая? Да, у нас есть семейная традиция. Все праздники, будь днерождение, Новый год, любой другой праздник мы отмечаем дома, всей нашей большой семьей. Накрываем большой стол. С мамой готовим очень вкусные утку, гусей, делаем сами пельмени. И самое коронное блюдо – это наш торт с мамой, медовик. То есть я попросила, чтобы мама помогла мне. Это для вас наш торт-медовик. Мелвин, для вас важно, чтобы ваша жена умела готовить? Да уж, естественно, конечно. А из русской кухни что вам нравится? Все мне нравится. Мне цыпленок по-киевски нравится. Все мне нравится. У нас там вообще есть культ еды, как вы все знаете. Да, 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 это точно. Все крутится вокруг еды. Виктория, вам сколько лет? Мне 27 лет. 27 лет. А замужем были? Нет. Детей нет? Детей нет. 27 лет! 47! Тише, тише, подожди. Какое наплако выглядит. А вам зачем пожилой мужчина? Ну, раз вы участвуете... Да, я понимаю ваш вопрос. Я знаю английский язык. Я жила за границей. Я общалась с иностранцами. У меня есть опыт общения. Мне кажется, мы смогли бы найти общий язык. А вы говорите по-английски. Замечательно. Замечательно. 27 лет не может быть этой женщиной между 30 и 50. Оксана, вытаскивайте для себя фразу. Может быть, мы чуть больше узнаем о вас, а ваша подруга, например, может ее на английском прочесть. Мелвину. Да, пожалуйста. Вы на русском, а она на английском. Именно случайный выбор нам много скажет о вас. Я бы голодала, ходила в синяках, ползала вниз по улице. И нет ничего, чего бы я не сделала, чтобы заставить тебя почувствовать свою любовь. Ужас. Таким выражением. Космарка. Знаете, с кого она меня напоминает? Никого. Магазин. Нет, сельхоз такой. Точно. Сельхоз такой. Конфеты. Какой, какой, да, какой. Извините. Приготовили сюрприз? Да. Покажите. Я здесь с серьезными намерениями, и девушка в красном платье слишком молода для меня. Я всего лишь 27. Зато ваши соседи умрут от заяц. Я, говорит, тоже умру. Развеселился, а то что-то тихий был. А почему ты имя не назвала актера, певца, с которым ты жила? Это же был фурор, бы сейчас. Ну, это никому не интересно, Максим. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Подгони сюда тортик-то, я хоть ягодки поклюю. Вообще, это для Мелвина, я так поняла. Нет, ты неправильно поняла. Да, неправильно поняла. Тогда можно я тоже угощусь малинкой? Это чтобы проверить, не отравленное вот это? Это наша семейная традиция. Да. Это традиция программы «Давай поженимся». Сейчас съедите все фрукты, вот торта. Кому-то вершки, а кому-то корешки. Давайте посмотрим на сюрприз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! КОНЕЦ КОНЕЦ Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Для нас это серьезный вопрос. Это я и хотела услышать. Но хороша, скажите, хороша. Да, вопрос ответ. Она очень привлекательна. Как говорят испанцы, beautiful. Ну, девочки, я не знаю, задавать вам вопросы. Вот сейчас проверю, кстати, что же вы за личности. Понравилась тебе, особенно Виктория? Девочки, молодцы. Вот я за девчонок не переживаю. Сначала стулья, потом... Сначала деньги, потом стулья. Он, правда, не поймет, что это. Сначала наследство с документом, потом все, что хотите. Они, кстати, не обмолвились ни разу. А зачем? И не надо. Им не надо. Им море, солнце и вода. Не надо. Они зернышком питаются одними, гороховым. Судя по фигурам, кстати, да. Дай мне, пожалуйста, денег. Один миллион долларов. Это возможно. Это же, это возможно. Что? У нас еще есть одна невеста. Проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна, 32 года. Частный предприниматель в сфере красоты. Гордится тем, что окончила престижный университет. Мечтает переехать жить в Америку. Признается, что редко пользуется косметикой и не любит фотографироваться в анфас. Предупреждает, что раз в неделю возлюбленный должен водить ее на шопинг. По иронии судьбы, Татьяна получила уведомление о разводе 1 апреля, но после разговора с мужем убедилась в том, что это не шутка. Надеется, что Мелган не нанесет ей удар в спину. Вы жили с ними припеваючи. Подходи-то по датчику. Вот же можно, да. Можно, нужно. Я для вас. Спасибо большое. Это нарциссы. Будете на даче идти, дальше высаживать. Какие все невесты, рукодельницы. Может, она не сама сделала. А может, сама? Наверное, сама. Спасибо. Тиражок попробуем. А тебе посмотри, мне надо. Спасибо большое. Понравились. Вы понравились. Да вы как-то похожи на американку. Немножко есть что-то в чертах. А что, пирожки-то? Все натуральное, все свое. А, нет, да. Мне кажется, не похожи абсолютно на американку. Вообще какие-то печенья, торты, пирожки. Печенья, торты, пирожки. Сегодня просто ударили по кухне. Все решили показать себя с лучшей стороны. Правильно, почему нет? Вы не подозревали о том, что муж готовится к такому удару из-под тяжка? Категорически нет. К разводу? Категорически нет. А когда он объявил об этом 1 апреля, вы подумали, что это шутка? Вообще не думала об этом. Просто мы договаривались ехать на дачу. Мне позвонил любимый человек и сказал, что давай собирайся. Я спросила, о чем мы будем кушать. То есть мы решили, что я буду готовить. И все. И мне позвонил телефон. Я пошла как раз в магазин. Мне говорят, здравствуйте, Татьяна Попова. Вы явитесь 12-го числа на развод. Но до этого мы месяц прожили. То есть отпраздновали мой день рождения. Все было прекрасно. Вообще никаких подоплек я не видела. Пышная грудь у нее. Пышная душа. Большая, богатая. И причем достаточно правильно. А как вы считаете, что произошло-то? Нет. Он мне потом сказал. Он сказал, что Татьяна, извини, мне семья не нужна. Мне нужна карьера. То есть мужу моему бывшему 49 лет. И он в определенных кругах достаточно известная личность. И как бы... Ну, он просто так решил. Он сказал, мне ничего не нужно. Я хочу развивать свой клуб. Танечка, а вас надо на шопинг водить раз в неделю. А сколько вы тратите? А вы знаете, у меня нет такого какого-то, чтобы... Лимита. Да, да, да. Ну, вот мне понравилось... Сколько есть, столько и потратить. Понравилась вещь, да. Я, конечно... Ну, про какую вещь идет там? Ну, что вы любите больше приобретать? Шубы? Ну, нет. Такого, ну, нет. Ну, конечно, если мне понравится шуба, почему ее не купить, если есть на это деньги? Да. Да. Но если денег нет, можно купить какую-нибудь прекрасную кофточку. Нашего-то есть. Но... Я понимаю. Мне кажется, что она ему не подходит. Вернее, она ему не понравится. Слишком такая она... Герзкая для него. Как насчет наследства? Будем документ оформлять? Ой, знаете, как... Я... Говорит, что... Говорит, все отпишет. Никого нет. А я даже не могу это обсудить сейчас, потому что... Давай мы... Я обсуду. Может, тебе, кажется, неудобно это? Ну, а вообще-то предполагаешь это? А что так, молодости отдать? Пойди, знаешь, сколько он проживет еще? Ну, мне кажется, еще долго очень. Ну, вот, тем более. Он живет... А зачем же вы так заранее, этот человек, это... Ну, как-то... Не, мне просто за него замуж нет, а тогда ради чего? Ну, как... В любви все возрасты покорные. А давайте посмотрим, что у вас есть. Давай. Привет. Добро пожаловать ко мне домой. Спасибо. Собственно, здесь я живу. Это моя... Здесь я по выходным, ну, и даже иногда по будням принимаю друзей, гостей. Вот моя ванная, в которой после тяжелых рабочих будней я люблю валяться и помечтать. А вот мой любимый, самый любимый, маленький собак, сонный Тимошей. Он спал, да из-за этого не получилось немножечко варанься показать. Мы проснулись. Ой, пора вам детей. Ой, вам пора детей. Почему они ко мне не приехали? Я бы тоже им показала свое красивое жилище. Сварила бы им борща русского так, чтобы прям ложка стояла в наваристом ступе. А у вас остался один бонус – скелет в шкафу. Хотите узнать? Или не стоит? Ну, я не советую. Вообще все равно. Если она не хочет, не надо. Ну, рассказывайте, что это за чек. Дело в том, что несколько дней назад, буквально недавно, мы с подружками пошли в караоке, караоке-клаб, sing songs. И после этого мы просто забыли заплатить за счет. Пьяные, что ли, были? Ну, чуть-чуть выпившие, конечно. Там же вино все. Там же нельзя, понимаете, скрывать нельзя. А сколько там денег-то было? Там же в счете написано, что вино уже. Я сейчас скажу, что мы пили чай, да, а там уже указано, соответственно, обманывать. Ну, на большой суп на гуляли. Такой невинный, такой скелетик. А приготовили ли вы сюрприз? Ну, да, можно немножечко спеть. Давайте, спойте немножечко. А у нас тоже такое было, кстати, что мы забыли расплатиться в ресторане. Мне кажется, такое у всех было. Мы потом пришли, и нам после тысячи раз сказали, что забыли. Почему думали об этом? Почти просили карту, рассчитались. Почему так путаются мысли? Почему так часто меркнет цвет? Я к тебе пришел из прошлой жизни. В этой мне с тобою жизни нет. А не Кабриэли. Я сяду в Кабриэль и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь. А вернешься, меня здесь нет. А я сяду в Кабриэль и уеду куда-нибудь. С дамы сердца. Слез сердца нет. В тебе, мой друг. А я сяду в Кабриэль и уеду куда-нибудь. Ну, все, я больше стесняюсь петь. Спасибо, достаточно моя. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Забирайте подарочки. Проходите в комнату уже. Не терпится вас обсудить. Мы уже все про вас поняли. Хорошо. И не забудьте только вытянуть бумажку. А, давайте. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я знаю. А что нужно делать? Ну, прочитайте. И на английском, и на русском. I'm worried up now. Let's go young, young, over. You'll know when the flow is loco. Ну, с выражением надо. Я по-русски с выражением прочитаю. Можно я по-русски прочитаю? Я разгорячилась. Поехали, молодежь. Вы же чуете безумный ритм, чуваки-чувихи. О, боже, дружище, ты единственный. Ты худой, как щепка, но твои карманы лопаются денег. Сигай себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы хотите видеть меня в будущем, то вы можете... Так вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Это как... АПЛОДИСМЕНТЫ Да, конечно, все очень сильные соперницы. Все такие женщины интересные. Необычная девочка. Разбитная. Характер такой. Конечно, она играет сильно. Это мой любимый женский психотип. Она клевая. Всем было весело, на нее приятно смотреть. Она просто классная. Понимаете, во всем. А то, что у нее такое лицо, то, что она нелепая, то, что она такая колченогая, то, что она такая дылдища, понимаете. И она, все правильно, она по-дурацки танцевала. Она немножко делала это специально. Но в этом ее шарм. Она необыкновенная, конечно. Такая шарманистая, что просто дальше некуда. Она была лучше. Да, я согласна. Она была лучше. Тем более, у нее грудь, знание языка. Послушайте, это на пятом, даже на 55-м месте. Это совершенно не имеет... Самообладание. В ее случае ни грудь не имеет никакого значения. Язык, да. Браво, 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 браво. Тихо, тихо. А что вы скажете? На сомнике. Мне она больше всех тоже понравилась. Она интересная. Она персона. Правда? Она очень интересная. С ней хочется встретиться еще раз. С ней будет очень приятно пройти теме. Языковой барьеры не будет. Я бы ему посоветовал, своему другу. И то, что она не скажет по-английски, она это покажет. Она живая. И донесет до Мелвина. Возможно, мне будет очень интересно повидаться с ней снова. Конечно. Конечно. У вас какие-то локолазы звонят, если вы будете с Татьяной? Что ты скажешь? А я все больше убеждаю, что на старости лет мужчины прям как дети, честное слово. Ну, чудо же хорошо, учеба, веселяться. Она веселить умеет. И подход такой знает правильный. Так что я не против. Ну, послушай. У меня разница сейчас 30 лет. Какая разница? Здесь 40. 30-40. Ну, не важно. 10 лет разницы не играют. Нужно врачу. Кого вы советуете вашему другу? Я советую или Викторию, так как он не сможет уйти от своего фетиша, большой груди, яркости, манкости. Или Татьяну, она тоже яркая. Ну, так а вам кажется, что приоритетнее? Лично для себя я хотела бы дружить с Татьяной. Мне было бы приятно с ней общаться. Ну, не вы выходите замуж. Естественно. Может быть, Татьяна вообще скажет, что вы Лотте, никогда любимой в нашей жизни не было. Странный она персонаж. Такой тоже может быть. Будет рулить жена, хозяйка. Так может случиться, что вы уйдете на 57-й план. Да, Лариса. Но, наверное, все-таки я, может быть, ошибаюсь. Одного. Виктория. Виктория. Ты к нему выйдешь? Да, подожди, еще никто к нам зашел. Татьяна однозначно. Она интересный человек. Мал же сказал, что ему важно иметь и друга, и хорошую женщину, и приятную женщину. Я считаю, что у нее внешность очень хорошая. И я бы только за нее. И она, наверное, подошла бы на роль женщины-матери. Мне кажется, она такая очень. Да. Но ты подходишь ему больше, к сожалению. Мы будем надеяться, что он заберет все-таки тебя. В любом случае, мы вас поддержим. Идите туда, куда вы решили. Первая невеста, вторая и третья. Пора уже выбирать. Я всех приглашаю для того, чтобы поддержать Мелвина. Встаем, встаем. Спасибо. Ты мне очень понравилась. У нас есть пара Татьяна и Мелвин. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно не сказал вам. Давай, пожениться. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok